Декоративная косметика Румяна Я их покупала вслепую Я пришла в магазин, я их увидела Но не было тестеров И ориентируясь на цвет крышечки Я выбрала себе третий номер Всего их было 4 Если я не ошибаюсь На прилавке тогда выставлено было только 4 Вот такая маленькая лапулечка Здесь зеркальце есть Никаких девайсов Спонжиков и кисточек не прилагалось Закрывается она на магнитную пимпочку Легко и просто Открывается нажатием на кнопочку Вот такой вот цвет Очень носибельный В принципе Если было можно судить по оттенкам крышечек Все цвета этих румян Были более-менее носибельными Но я вот себе выбрала Такой вот Приглушенно-розовый Текстура у него муссово-гелевая У этих румян Выглядит как-то так Может быть Имеет смысл Да Вот Распределяются они легко Совершенно невесомые Невесомые создают ощущения на лице Наношу я их Дуофиброй Такой тоненькой Маленькой совсем И вот сейчас они у меня на лице Их можно нанести Просто буквально Как только намек на румяна У них не слишком высокий Высокий пигмент Не слишком высокой пигментации И с ними в принципе Очень-очень легко обращаться Держатся у меня Ну все румяна у меня Хорошо держатся в принципе на лице И вот В общем неплохая покупка Как мне кажется Интересная вещичка Мне понравилось то Что они такие компактные Вообще коробочка напоминает Модные нынче макароны И все вдохновляются С макаронами И что-то там выпускают постоянно В общем вот Такие вот маленькие румянки И по качеству Они мне понравились вполне Следующая покупка Это такая помада Шанель Из серии Rouge Coco Shine Я выбрала себе Оттенок номер 68 Вот он Ну Обычная помада Это никакая Ни лимитка Ни новинка Вот у меня уже Немножко от нее Использовано Это очень такой Светлый Лососевый цвет Очень-очень светлый На губах Он практически Не дает пигмента Точнее Немножечко дает Чуть-чуть Видоизменяет цвет губ Слегка-слегка Их выбеливает И в принципе Я купила эту помаду Взамен своей Если вы видели Мой обзор Про коллекцию Моих помад У меня там фигурировал Такой вот тоненький Кельвин Кляйн Маленький Который Несмотря на то Что он также давал Мало пигмента И как-то не сильно Видоизменял Губы Тем не менее Я его вылизала И использовала С большим удовольствием Из всего Что я протестировала В наших магазинах Мне показалось Более-менее близка Вот эта помада Шанель И по оттенку И по текстуре И впоследствии Как я уже начала Ее носить Оказалось Что и по ощущению На губах Хоть она и конечно Немножко дороже стоит Не немножко А ощутимо подороже Но тем не менее Я совсем не жалею И так как у меня Нет под боком Кельвин Кляйн Декоративки То с удовольствием Я купила эту помаду И она у меня сейчас Валяется как Основная такая помада В сумке И постоянно Я ею пользуюсь Далее Приобрела я новинку От Maybelline Вот у нее оттенок Номер 310 Чего там написано Matte for Magenta И Называется она Роскошный цвет Шепот цвета Какое ее английское название То есть оригинальное Я наверное не знаю Да ну тут только русское название По сравнению со стандартной упаковкой Она гораздо тоньше Изящней Подкупила меня То что Это программа Это помада гелевая Гелевая текстура С Хоть и цвета у нее яркие Я специально даже выбрала Вот этот Вервиглаз Мажента Настоящая Фуксия Они не слишком пигментированы И В принципе Ложатся полупрозрачно У этой помады Богатейшая палитра оттенков Есть как Очень светлые Практически Незаметные И Ну почти как бальзам Да На губах И Так и вот такие вот яркие Это один из самых ярких оттенков Я себе выбрала Как я уже сказала Она гелевая Она не дает Слишком сильного пигмента И на губах Она лежит довольно тонко В отличии от помад В общем-то Остальных Мебелин Я Не люблю эти помады Но вот это Мне понравилось И В принципе Я тяготею К таким текстурам Они мне Очень обычно Комфортные И Сушит она мне Ну в принципе Не больше чем Любая другая помада И Те же Шанели И остальные Так что Мне эта покупка Понравилась И Если бы у меня Не был такой Оверфлот По Помадам В принципе Я бы возможно Купила и другие оттенки Следующее средство Вот такое Римель Апокалипс Вышла уже Это Фигнюшка давно Но Так я ее и купила давно Оттенок я выбрала Вот такой вот Шикарный Просто Потрясающий Красивейший Номер 303 Апокалиптик Или Апокалиптик Не знаю Как правильно Поставить ударение У нее Просто Убийственно Красивый Цвет О Как он Красив Это скорее Не блеск Для губ Это именно Жидкая Помада Лак Для губ И В общем-то Давно я хотела Еще с тех пор Как появились Обзоры У зарубежных Блогеров Но Я в ней Разочаровалась И даже не потому Что она сушит губы Как многие говорят У меня даже до сухости Не доходит Я успеваю разочароваться Раньше У меня Может быть Дело именно в этом Оттенке Но у меня Она Растекается Причем Даже если я нанесу Совсем тонко Буквально Размазывая Цвет И как-то Ну не то Чтобы я наношу Килограмм Да и он вытекает Я наношу Совсем мало И сначала Это выглядит Очень красиво Конечно Но если посмотреть В зеркало Через 10 минут Это просто Какой-то кошмар Это ужас Она Растекается Небольшой лужей Вот Есть в коже У нас Такие Микро-микро Полосочки Да Какие-то Микро-микро Складочки Которые В принципе Там О них не догадываешься Пока их не увидишь Либо под увеличением Либо там Туда что-то не затечет Да Вот как В этом случае Вот так вот Она затекает Слава богу Что я ее Тестировала Дома В первый раз Я ее накрасилась Дома И вот Что-то там Делала Какие-то свои дела Причем не активно Это была не уборка Не спорт Там Наверное Я смотрела Какой-то видеоролик На ютубе И посмотрела На себя в зеркало И я была В шоке Честно В моей камере Естественно Нужно было Переполниться В самый ответственный момент Ну продолжаем разговор В общем Растек все На меня Затек В мельчайшие Складочки И так как Этот цвет Очень яркий Это было Очень-очень Хорошо видно И даже Вот Ну как Я же в зеркало Не сразу Вот так Да смотрюсь Ну Сначала Как-то вот так Я вижу Что что-то не то А что у меня С губами Я не поняла Приближаю Аааа Удалила В общем На следующий день Подумала Может быть Что мне что-то Такое приснилось И решила Еще раз Его попробовать Тем же макаром Нанесла тоненько-тоненько Тоже тестировала Дома Нет Все то же самое Вообще Мне не показалось Он действительно Растекается Карандашами для губ Я не пользуюсь И у меня В принципе Нет такой проблемы Чтобы вытекала Хоть какая-то помада Или хоть какой-то блеск Даже самый яркий Поэтому Я не буду Его никак оправдывать И под него подстраиваться Несмотря на то Что прекрасный цвет Да Я с этим согласна Но Позориться Вот так И рисковать Тем Что он Вытечет Там в какой-то момент Начнет В эти складочки Растекаться Это просто Отвратительное зрелище Я конечно не буду И С ним я буду Как-то расставаться Дальше Купила я Вот таких Вот малюток Я снимала Видео про лаки Сказала Что меня из Флорал Гранж Больше ничего Не заинтересовало Но я вот Если честно Забыла Что я купила Их Точнее Нет Я не забыла Что я купила их Я забыла Что я купила блески Из этой коллекции Ну В общем Не суть Я если обманула То и нечаянно Вот такие Вот тут малюточки Не знаю Я как-то Мне не нужны были Срочно Какие-то блески Но я вот купилась Не знаю Мне понравилась Эта коробочка То что она На магнитике Ее нужно открыть А там вот такие Молли-пусечки Конечно Тестеров не было И я купила В принципе Вслепую Будучи готовой К тому Что блески Окажутся говенами И Качество будет Неносибельное Но тем не менее Я их ношу Они мне понравились Я их опробовала Вот такой вот Здесь идет Нежно-сиреневый цвет Но на губах Он не имеет Плотного оттенка Он полупрозрачный И лишь слегка Выбеливает Оттенок губ То же самое Я могу сказать И про вот этот Мятный То есть На них даже Смысла нет Делать сводчи Какие-то Потому что Этого просто Не будет видно Не будут казаться Прозрачными Единственное У кого есть цвет И кого можно засвочить Это вот такой вот Коралловый Он Он придает Оттенок И оттенок Заметный Все блески Безо всяких Спецэффектов В плане Шиммера Перламутра Полупрозрачные Мягкие Очень На губах Приятные Они ощущаются Как Если бы Вы густо-густо Нанесли Бальзам на губы Вот так И аромат У них Какой-то сладенький Такой ванильный В принципе Ничего так И Особенно Если всерьез К ним не относиться То Не знаю Мне кажется Прикольная штучка Лично Меня радует Видеть Вот это вот И открывать И рассматривать Ну короче Мимимей Люблю и миниатюрки Всякие Следующее Что я купила Это блеск От Катрис Вот такое Вот розовое Желе Мне показалось Что выглядит Оно очень Очень красиво Конечно В подружке Не было На это Желе Тестеров Я выбрала Номер 090 Pink Before You Leave Вот этот Вот оттенок И В общем Разочаровалась Я в нем Целиком И полностью Несмотря Что здесь Он выглядит Вот таким Розовым Насыщенно Розовым Желе На губах Он абсолютно Прозрачный И совсем Совсем Никак Не меняет Цвет Ну вообще То есть Даже минимального Различия В оттенках Я с ним Не вижу Ну в смысле С ним Или без него Поэтому Мне это Совсем Не нравится Просто Прозрачный Блеск Мне был Ненужен И я Рассчитывала На Розовое Желе На губах Ну в общем Не сложилось Мне не понравилось Следующая Покупка Это два Вот таких Вот брата Один От Рифлон Второй От Лумине Сейчас Модные Вот эти Вот Карандаши Помады Бальзамы Начнем с Рифлон Я выбрала Такой Ярко-розовый Называется Just Bitten Kissable Balmstain И оттенок Cherish Devotion Я не знаю Как это читается Сейчас Начну Позориться Конечно Ну вот Номер Сейчас Этот Цвет У меня На губах Он конечно Немножко Взаимодействует С цветом Губ И на фоне Этого Выдает Итоговый Результат Сейчас Я постараюсь Погуще Его нанести В общем-то Он такой Ярко-розовый Пигмент У него Довольно-таки Заметный Сильно заметный По крайней мере Для меня Но при этом Он не очень густо Ложится И Выглядит Очень хорошо Мне понравилось Как он выглядит Этой покупкой Я довольна Он выкручивается Его не надо точить И закручивается В принципе Без проблем Так И у него Приятный аромат Но приятный он Для меня В принципе Он довольно навязчивый По крайней мере На первых порах В первые полчаса Он хорошо ощущается Такой Сладко Мятный Что ли Вот что-то такое Привкус Мне кажется Слегка мятный Привкус У него есть тоже Ну в общем Очень приятная вещь Этой покупкой Я довольна Следующая Похожая вещь От Luminet По-моему Относительно Недавно Тоже они появились Хотя Кто-то говорит Что там Уже видел их Месяц назад Хотя я Месяц назад И не ходила По магазинам Опять-таки У меня в оттенке Номер 13 Blooming Middle Наверное Blooming Middle И все Так Называется А нет Подожди Или Оттенок Raspberry Я не пойму Вот здесь Вот в общем Написан Номер 13 И Blooming Middle И снизу По-фински А вот здесь Написано Lumine Raspberry То есть Может быть Это оттенок Может быть То Не знаю В общем Называется Само средство Miracle Lip Sorbet Он тоже Очень похож По дизайну Практически Один в один Тоже Выкручивается И закручивается У этого Оттенка Уже Куча-куча Блесточек В стержне На руке Вот так Вот я пробовала В магазине Мне понравился Результат И Поэтому я выбрала Его На самом Ну в общем-то Оттенков было много Мне понравился вот этот с блесточками Я его выбрала На деле он мне абсолютно не понравился Не попала я ни с оттенком Ни с текстурой Во-первых Мне не идет цвет На губах он выглядит иначе Чем на руке Тоже Начинает Принимать Конечно же Оттенок губ Потому что он Практически совсем В этом Блеске нет пигмента И при смешивании Получается некрасиво Мне совсем не нравится Как это выглядит И вот этот густой шиммер Который есть в нем Тоже меня совсем не украшает Как это выглядит По-плохому дешево И Этой покупкой Я недовольна Но в принципе В принципе Если бы я попала С текстурой С цветом В остальном Мне кажется Он вполне ничего так Продолжение следует... Продолжение следует...